В частности, депутаты городской думы приняли решение о переименовании проспекта Фридриха Эмбельса в Шереметьевский. Обсуждение длилось целый час. Своё мнение смогли высказать все депутаты. Кто за то? Чтобы принять решение по вопросу номер 6, прошу проголосовать. Кто за? Прошу считать аппарат. Кто за переименование? За изменение названия центральной улицы Иванова проголосовал 21 народный избранник. Трое воздержались. Против выступили коммунисты и один депутат от Единой России. Вопрос о переименовании площади революции с повестки дня был снят после того, как мнение общественного совета озвучил Евгений Смирнов. Общественность выступает за то, чтобы революционное прошлое города осталось в названии центральной площади. Кроме этого, народным избранникам было высказано пожелание. Общественный совет обращается к депутатам, к руководителям города, с убедительной просьбой. Такие важные вопросы, как переименование улиц, до рассмотрения этих вопросов, думаем, выносить на широкую общественную дискуссию обсуждение, выносить на рассмотрение общественного совета до внесения этого вопроса на рассмотрение судов. Мысль о том, что по таким важным вопросам нужно проводить референдум, звучала на заседании не раз. Когда речь идет о вопросах, которые касаются большинства горожан, нужно учесть как можно большее число мнений. И в первую очередь тех, кто зарегистрирован на проспекте Фридриха Энгельса или ведет там свой бизнес. Предпринимателям теперь придется менять уставные документы. Эта процедура не будет связана с необходимостью краткого временного отрезка. Со стороны администрации и налоговых органов достигнуты соглашения о том, что сразу же после этого в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут внесены изменения по адресной части. И по дальнейшей необходимости юридические лица и индивидуальные предприниматели это внесут. Владельцам транспортных средств переименование обойдется в 500 рублей. Столько будет стоить внесение изменений в технический паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля.